Колокола в Троицком Тут будет сам храм собора в этом помещении. Там вот сзади, за стенками притвор будет. Люди будут заходить с той стороны, получается, в храм. На втором этаже там подниматься, если по лестнице, то сама колокольна будет строиться, которая в данный момент крышу уже разобрали, варят балки для укрепления потолка и колокольни, чтобы не упал. Будет там колокольна. Самого монастыря, по сути, еще нет. Есть небольшой храм, где хранятся главные святыни – мощи святого Николая Чудотворца и мощи преподобного Александра Свирского. Есть огромные территории и, главное, есть планы и желание восстановить святую обитель. Сам монастырь мужской, поэтому для женщин-поломниц строится отдельная гостиница. Проходите. В апреле здесь еще разрушенные стены были, и ни пола, ничего вообще, ни крыши, ничего не было. Центр реабилитации, келейный корпус трапезной будут находиться на территории самого монастыря. Скоро сюда планируют переехать художественная мастерская по резьбе по дереву. Сейчас навременно находится в селе Среднебелое. Правда, только этими постройками монастырь не ограничивается. По всей территории Троицкого можно встретить то монастырские огороды, то сады, то пасеку на 50 уликов. Тут колхозная пасека была. А потом уже, когда вот этот развал пошел, ее тут выкупил наш, ну, который сего выкупил, эту землю. Вот. И он, в общем, эту пасеку приобрел как бы на началах. Вот он ее тут поддержал, чтобы она не совсем задохлась. Вот. Ну, а потом вот, когда храм стал обосновываться здесь, он как в дар передал ее в храм. Также в будущем в Троицком планируется открыть и кафе для паломников. Здание почти готово. За всем обширным хозяйством следят всего несколько человек. Да периодически приезжают паломники. Впечатлил масштаб, территория. Самое главное впечатлили все-таки, наверное, люди в этом монастыре, которые трудятся здесь. Они действительно полагают все свои силы, чтобы возродить этот монастырь как можно скорее. Братья Свято-Троицкого мужского и пархиального монастыря приглашают паломников и трудников. В обители, которые находятся в селе Троицком Ивановского района, этим летом особенно ждут молодых людей, которые хотели бы отдохнуть от города и помочь монастырю в строительстве и хозяйственных работах. Подробную информацию и благословение на поездку можно получить по телефону 8 924 448 90 39. Дорога на Троицкое проходит по Белогорской трассе через села Среднебелое и Приозерное. Расстояние от Благовещенска около 80 километров.